Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Сегодня мы с вами обсудим мою статью, которая называется «Почему философия не является наукой?». Ну, собственно, тезис, на мой взгляд, понятен. Прояснять его не надо. Попробуем двинуться дальше. Очень часто люди спорят о том, является ли философия наукой. Существует три распространенных ответа. Ну, сначала философия, да, одна из наук, она лишь часть гуманитарного знания. Второй ответ. Философия не является наукой, потому что она не дает объективных знаний о действительности, не использует общепринятые научные методы, она не дотягивает до уровня научного знания. Ну, этого второго определения обычно придерживаются такие ярые сиентисты, которые вообще нифига не понимают философию, но зато очень любят свою науку. Последнее определение, оно, наоборот, больше свойственно для людей, которые уважают философию. Философия не является наукой, потому что по иерархии она выше любой науки и всей научной системы в целом. Разрешить этот вопрос довольно-таки трудно. Я, очевидно, придерживаюсь к третьей позиции. Что доказывается такими вот аргументами? Во-первых, философия является фундаментом любого донаучного, вненаучного, ну и протонаучного знания. То есть у каждой религии, секты, у любой другой группы людей, объединенных общими воззрениями, имеется своя философия, которая играет роль фундамента. Даже у атеизма она есть. Она есть у христианства, у буддизма, у всего, у чего есть идейные основания, они есть у всего, собственно, чем занимается человек, есть своя философия. Научная философия – фундамент научного знания. Смотрите, как у нас получается. Вообще, вот у нас график нарисован в статье, и этот график показывает нам реальное соотношение. Наука базируется на научной философии. Как бы хоть научная философия сама по своему содержанию меньше науки в целом, но фундамент заложен именно в ней. Существует еще сама философия, которая больше научной философии определенно. Существует еще и такая наука, как история философии, ну или какая-нибудь гуманитарная философия, которая изучает какие-то маленькие-маленькие частные проблемы. Вот это тоже можно назвать наукой, как философию. То есть получается, что подлинная философия, она лежит вообще в фундаменте всего знания, включая научное. Это, это, это следует из истории. Если мы изучим историю, мы поймем, что из философии появилась научная философия, из научной философии появилась наука как таковая, а уже в рамках науки возникла история философии. Философия создала науку. Собственно, тоже очевидный тезис, который должен знать каждый человек, который знаком с историей философии, историей вообще мысли. А философия, в общем-то, породила такие два направления, как эмпиризм и рационализм. Наука без любого из них не является наукой. Все, без эмпиризма наука не может существовать, без рационализма тоже. То есть наука как метод познания абсолютно зависит от двух философских течений, которые слились в одно, так скажем. И это уже было названо наукой, то есть научной системой. Следует здесь заметить, что под наукой я понимаю вот ту самую схему познания, которая возникла в начале нового времени. Например, когда люди изобрели колесо, я не считаю это наукой, я считаю это практикой. Ну или если называть это наукой, то наукой вообще все в принципе можно назвать, тогда термин наукой теряет свой смысл. Вообще очень важно понимать, какие термины мы используем. И вообще в исследовании науки как явления существует несколько терминов. Я выбрал это не потому, что оно удобно для того, чтобы поставить науку после философии. Я выбрал этот термин, потому что он больше всего подходит к той науке, которой люди занимаются сегодня. То есть все ученые, которые сейчас занимаются наукой, они пользуются методами, которые возникли в начале нового времени. А эти методы, в принципе, это и есть эмпиризм, рационализм. Хоть же критицизм к этому добавится, и немножко скептицизма, якобы, якобы скептицизма неправильно воспринятого. Ну, все это философские дополнения, и все это, ну, нормально. Философия формирует общую методологию науки. Верно? Верно. Определенно верно. Бекон как эмпирик, Бекон как рационалист сформулировали основные положения для естественных наук. Гуманитарное знание также зависело от философов. Это и Шлейрмахер, и Дельте, и философы, еще и Возрождение, кто угодно. Даже математика не обошлась без философии. Собственно, теоретическую математику основал Пифагор. Платон ее дополнил, и его ученики тоже. И одним из учеников Платона был Евклид. Известный Евклид. Евклидова геометрия. А логику разработал Аристотель. Собственно, все довольно-таки просто. Вот все вот эти тезисы, это самые простые выводы из исторических фактов. Мы можем выдумывать себе, что Декарт и Бекон на самом деле были наполовину философами, наполовину учеными как бы. Вот, ну, это просто из личных допущений. Особенно, если мы относимся, если мы допускаем, ну, их в отношении ранних авторов. И Бекон, и Декарт, точнее, и Бекон, и Декарт, они оба имели целостные представления о методе и о том мире, который они, в общем-то, хотели видеть. Бекона было представление о том, что мы изучаем, например, книгу мира, природы, так же, как мы изучаем книгу Божию, Библию. Ну, вот вам империзм. И для того, чтобы читать эту книгу Божию, надо было использовать эмпирические методы. А Декарт немножко по-другому мыслил это. У него были свои метафизические представления. Все это было слитого едино, и все методологические вот эти основания делались ими как, в общем-то, они делали их как философы, а не как ученые. Они не были частными учеными, в принципе. Как и Пифагор не был, как и Платон не был. Впрочем, могут ответить, что, ну да, все вот это вот было философией, но ученые в итоге отобрали лучшие методы. Лучшие? Самые лучшие. А кто сказал, что они лучшие? Сами ученые? Давайте любому религиозному человеку зададим вопрос. А чей метод самый лучший? Христианский, буддийский, может быть, исламский? И человек религиозный ответит. Ответит в соответствии своей религии. Да, философию также невозможно классифицировать в рамках науки. Философия? Какой главный принцип классификации наук? Кто мне скажет? Кто мне скажет, это, конечно же, предмет исследования. И методы. И методы, и предмет. Ну, предмет часто формирует методы, поэтому это очень-то похоже все время. У нас есть науки естественные, науки гуманитарные, науки общественные, науки точные. Есть вненаучные знания. Философия занимается проблематикой естественных наук. Занимается? Занимается. Есть натур философии. По крайней мере, занималось точно то, что было философией. И все, что было физикой до начала нового времени. Все это было все еще философией. И алхимия, отчасти, была тоже философией. Проблематика натур философии сохраняется. И она проявляется, ну, она не только исчезает с появлением физики, между прочим, она еще и продолжает проявляться у ученых, не ученых даже, у философов. Например, у Шеллинга. У Шеллинга натур философская проблематика очевидно проявляется. Это, можно сказать, половина его философских достижений, и они связаны с естественными науками. То есть, естественной философией. Также философия содержит в себе методы гуманитарных наук и, собственно, является фундаментом для их построения. Это так? Это определенно так. Спорить с этим, по-моему, бессмысленно, и редкий гуманитарий будет это делать. Общественные науки. Кто придумал общественные науки? Кто придумал социологию? Ой, это был Конт, философ и его последователи. Да. Позитивизм, собственно, вот здесь вот он, тоже философия. А кто придумал точные науки? Кто их вообще разработал? Кто математику сделал теоретически? Пифагор. Кто логику сформулировал окончательно? Аристотель. Да и ненаучное знание тоже. То есть, получается, что философия, философия настолько широкий термин, что она содержит в себе все возможные вот эти вот научные предметы и методы. еще более того, намного более того. Да, в отличие, кстати, от любого ученого, настоящего, то есть, реально ученого, философы имеют право игнорировать научные теории и факты, и даже факты. Про факты были дальше? Да, про факты тоже были дальше. В общем-то, и получается, что не одна наука. Ну, то есть, все, что является наукой, должно как бы догматически верить, что другая наука тоже говорит правду. И все науки как будто бы говорят правду, и складывается такая большая система научного мировоззрения, которое на самом деле очень сильно разделено друг от друга, но все это надо как-то связывать. Так вот, философия может просто проигнорировать все эмпирические опыты, все показания любых наук, и сказать, ну, ну все. Все как бы. Да уж. Так вот. То же самое и с фактами, и с теориями. Только философия может все это игнорировать. Причем, ну, не то чтобы игнорировать, да, просто можно одним аргументом взять и снести любую, ну, возможность использовать их. Например, хоть идеалит говорит, реального мира нет. Реального мира нет, это все иллюзия, все, что я вижу. Есть лишь царство какого-нибудь, не знаю, повелителя, который обладает мистическими способностями. А все вот то, что мы видим, это просто его игры, иллюзии. Какой-нибудь дьявол с нами играет. Мы можем отмести эти факты. Можем без проблем от них избавиться, они нам не нужны для построения истинной теории. И это действительно может быть так, почему бы нет. То есть наука работает с верой в то, что есть определенные факты. И работает с верой в естественную установку. То есть, ну, только так и можно работать в рамках эмпиризма, которые были заданы еще до того, как наука, собственно, развилась полностью. Так, также следует заметить, что подлинное философское образование невозможно. Когда мы учим людей наукам, все понятно, все отлично, все просто. Мы можем научить человека любой науке. Он может стать физиком, может стать математиком, может стать кем угодно из ученых. Но философом стать по образованию нельзя. Историком философии можно. Философом? Нет. В общем-то, вот так и получается, что философию крайне трудно представить в качестве одной из наук. Она не является полноценной частью научной системы, не подчиняется научному методу и может не разделять научную картину мира. Вы понимаете, да, что философия в принципе не только не является гуманитарной наукой, она вообще не является наукой принципиально. И это неплохо. Это неплохо, это хорошо. Мы не должны надеяться на то, что одна монополистическая научная система сможет поднать все. Ну иначе мы были бы просто радикальными догматиками. Восьмикратно прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok